Беседа 60. Бытие 35.7. Если угодно, и сегодня, обратившись к продолжению, прежде прочитанного нам, предложим вам поучение из последующего повествования Писания. История об Иакове сегодня может достаточно показать то, сколь велико было о нем промышление Божие и как укреплял его Бога своими обетованиями, вознаграждая его благомыслие. В предыдущем сказании Божественное Писание повествовало нам, как Иаков, по повелению Божию, оставив Сихем по поводу поступка своих сыновей, удалился в Лузу и создал там, продолжает Писание, жертвенник Бытие 35.7. И назвал все место Эл-Весиль. Повелев это праведнику и избавив его от страха, в каком он находился по случаю умерщвления сихемлян, Бог, как сказано, навел на жителей тех городов такой страх, что они не стали преследовать Иакова. Посмотри же, как велико было о нем промышление Божие и какое попечение о нем имел Бог. Бог поразил страхом души жителей тех городов, чтобы они не погнались вслед его. Вероятно, они хотели отмстить за сихемлян, но так как это совершилось без воли праведника, и Симеон, и Левий поступили так, мстя за оскорбленное целомудрие своей сестры, то Бог не только самого Якова и сыновей его избавляет от мучений страха, но и на жителей страны наведший страх удержал их от преследования. Видите ли, как много значит пользоваться благоволением свыше. Когда Бог являет свое благоволение к нам, тогда всякая печаль исчезает. Как праведнику он дал смелость, так на тех и навел страх. Как владыка всего, он все направляет к чему хочет, и во всем являет свою благоискусную премудрость. Нет сильнее человека, стяжавшего вышнюю помощь. Как нет слабее человека, лишенного этой помощи. Вот этот праведник был немногочислен и весьма мал, но как он был охраняем божественной десницей, то и дерзновение получил, и козни врагов избежал. А жители городов тех и в большом множестве собирались, и обнаруживали единодушие в своих замыслах, но не имели сил ни одного из своих намерений исполнить на деле. Итак, когда праведник освободился и от своего страха, от туземцев, вот опять Бог являет в отношении к нему свое преизбыточествующее человеколюбие. Явился Бог Иаков в Лузе по возвращению его из Месопотамии и благословил его. Почему прибавлено еще? Не просто, а потому что он уже прежде являлся ему в этом месте, когда он бежав от брата, направлял свой путь в Месопотамию. Поэтому и сказано теперь, как тогда Бог явился ему при его отшествии отсюда, так и ныне является ему в том же месте по возвращении его и подтверждает обетование, какие давал ему при его отбытии, предрасполагая праведника к тому, чтобы он твердо веровал обетованиям и не поколебался духом до времени их исполнения. И сказал ему Бог, имя твое Иаков, а отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль, и нарек ему имя Израиль. Хотя уже прежде Бог дал ему такое прозвание, когда праведник переходил через Явок, однако и теперь, желая внушить праведнику еще больше уверенность в своих обетованиях, преподает ему тоже благословение и говорит, ты будешь называться Израиль. И сказал ему Бог, я Бог всемогущий, плодись и умножайся народ, и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из шресл твоих. Обрати внимание на величие благословения. Бог говорит, что не только он возрастет во множестве, но что от него произойдет славное потомство. Цари, говорит, предвещая этим самым величие имеющих произойти от него. И землю, которую я дал Аврааму и Сааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию. Так как Иаков по случаю известного поступка Симеона и Левия говорил, мал я числом, и вот соберутся народы, и истреблен я буду и дом отца моего. И во всем показывал малодушие и великий страх, овладевший им. Поэтому человека, любивый Господь, и говорит ему теперь, мал ты числом, но знай, что семя твое умножится и распространится. И так славно будет, что собрания народов и цари произойдут из него. И не только не будешь ты истреблен, но ты и семя твое всю землю сию наследуете. Дав ему такие обещания, Господь вошел от него с места, на котором говорил ему. Посмотри, как Божественное Писание снисходит к нам в образе выражений. Отошел Бог от него. Не для того, как так говорить, чтобы мы представляли себе Божество ограниченным в каком-либо месте, но чтобы и в этом мы познали неизреченное человеколюбие Божие. И в таком образе повествования благодать Духа снисходит к человеческой немощи. Как употребление таких чувственных речений для нашего научения служит особенно свидетельством неизреченного его человеколюбия, то Божественное Писание употребляет человеческие выражения. Иначе невозможно было бы человеческому слуху вместить высоту слова, если бы нам говорено было соответственно величию Господа. 646. Имея это в мыслях, не будем останавливаться на простоте выражений. Но поделимся неизреченной благости Господа. И в том, что он не отрекается оказывать такое снисхождение вследствие немощи естества нашего. Но посмотри, как праведник выражает собственную признательность. И поставил Яков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей, и нарек Яков имя место, на котором Бог говорил ему. Весиль. Смотри, как всегда этот праведник названиями мест увековечивает память событий, чтобы последующим родам известно было бывшее здесь праведнику видение. И отправился из Весилии, и раскинул шатер свой за башню Гадер. И когда еще оставалось некоторое расстояние с земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудные. Праведник снова отходит далее. Когда же она страдала в родах, поевальная бабка сказала ей, не бойся, ибо и это тебе сын. Не унывай, говорит, ты родишь сына, хотя и мучает тебя боли, но все-таки будешь иметь сына. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином. Мать дает младенцу имя по случившемуся с ней событию, а отец назвал его Вениамином. Рахиль после того, как родила сына, умерла и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Веслием. И Яков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня. Скорь по кончине Рахили облегчал новорожденный и располагал праведника благодушно переносить потерю Рахили, но затем открывается безрассудство Рувима. И отправился оттуда Израиль и раскинул шатер свой за башней Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с валою наложницей отца своего Якова. И услышал Израиль и принял то с огорчением. Сынов же у Якова было двенадцать. Это было весьма преступное дело, потому и впоследствии законодатель Моисей воспретил сыну и отцу иметь сожитие с одной и той же женщиной. Чтобы впоследствии не вели этого в обычае, законодатель удерживает от него, объявляя такого повинным казни. Впрочем, теперь и это кротко перенес Яков, убеждаемый естественной любовью. Впоследствии же, отходя от настоящей жизни, укорял сына, ясно изобразив преступление его и предав его проклятию, дабы через постигшую Рувима судьбу и прочие уцеломудрились. Далее блаженный Моисей исчисляет нам сынов Якова и своим повествованием снова поучает нас добродетелям праведника. Чтобы ты не подумал, будто Яков без особенной причины случайно был в супружестве с Рахилией, Ильей и двумя рабынями. Моисей показывает, что повинуясь некоторому промышлению, имел сожительство с ними, чтобы именно произошли от него двенадцать колен. Поэтому Писание уже не упоминает о каком-либо другом еще родившемся от него сыне, дабы показать, что не просто и не без цели, так случилось. Было же сынов у него двенадцать. Писание отделяет сынов Лии и сынов Рахили, а потом исчисляет и рожденных от рабынь. И говорит, и сыновья Якова, рожденные ему в Месопотамии. Однако Вениамин родился тогда, когда Яков спешил в Вифлеем. Почему же Писание говорит так, что рожденные ему в Месопотамии? Может быть, Рахиль зачела его еще прежде удаление из Месопотамии? Стих двадцать седьмой. И пришел Яков к Исааку, отцу своему, ибо он был еще жив в Мамре, в Кириаф-Арбу, то есть Еврон в земле Хананской, где странствовал Аврам и Исаак. Посмотри здесь, как человеколюбивый Бог хотел во всем удовлетворить праведных. Когда Яков после стольких лет разлуки пришел к отцу, и когда было обоим великое утешение и сыну от свидания с отцом и отцу, от того, что видел такое во всем изобилии у сына и много детей, то тогда уже, говорит Писание, испустил Исаак, Исаак дух, был одни жизни Исааковой сто восемьдесят лет, и умер и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью, и погребли его Исаак и Яков, сыновья его. Если в то время, когда Яков похитил благословение, притуплено было, говорит, зрение очей его, почему он вдался в обман, то подумай, как он должен был состариться спустя столько лет после того. Рассказав нам о родившемся от Исаава и о происшедших от него народах, Божественное Писание говорит о том, что Иаков вселился в землю, где обитал отец его, в земле Хананской. А отсюда начинается уже другое повествование о чудном Иосике 648. Здесь, если хотите, и окончим слово. Историю же о сыне Якова отложим до другой беседы. О том, только попросим любовь к вашу, чтобы вы тщательно внимали тому, о чем говорится, чтобы из всего изложенного в Божественном Писании извлекали наибольшую пользу и ничего не оставляли без внимания. Слово Божие есть духовное сокровище. И как получивший из вещественного сокровища один камень часто приобретает великое богатство, так и здесь добродетели праведных, если мы захотим быть внимательными, могут принести столь великую нам пользу, что и в нас возбудится ревность к подражанию им. А таким образом и мы можем удостоиться такого же, как и праведники благоволения Божия. Ибо не на лицо Бог смотрит, но во всяком народе, боящийся Его и делающий правду, приятен Ему. Иоанне 10.34. Так что если захотим, ничто не воспрепятствует и нам получить такую же или еще и большую помощь свыше. Если он увидит, что мы с своей стороны прилагаем все возможное старание и угодно ему предпочитаем человеческому, то покажет и сам такое о нас попечение, что мы сделаемся во всем непреоборимыми. Мы имеем врага постоянного, имеющего непримиримую к нам ненависть. Потому мы должны быть неусыпны, чтобы побеждать кознь его и стать выше стрел его. А победить мы не иначе можем, как если добродетельной жизнью приобретем себе содействие свыше. Лучший же образ жизни есть жизнь чистая. Это есть основание и корень добродетели. Кто твердо положит такое основание, тот уже легко припобедит все прочее. Не одолеет его ни страсть к богатству, ни любовь к славе, ни зависть, ни какая-либо иная страсть. Как же это? Скажу. У кого совесть чиста и свободна от всякого порока, в том будет обитать сам Господь всяческих. Блаженность, сказано, чистая сердцем, ибо они Бога узрят. Когда же кто удостоится иметь его в себе, будет находиться в таком состоянии, как только лишь обличенный телом, и ко всему человеческому будет показывать совершенное презрение. Все видимое явится такому человеку тенью и сном. Как бы уже на небе, имея пребывание, он не захочет ничего в настоящей жизни. Таков был Павел, учитель вселенной. Почему у нас лица он и говорит. Испытываете ли, если во мне Христос, и еще уже живу не я, но живет во мне Христос. И еще, что ныне живу по плоти, то живу верою. Видишь ли, здесь мужа, облеченного телом. Но о всем говорящего так, как будто имел жребий бесплотного существа. 2 Коринфян 13, 3 Галатам 2, 20, 649 Ему все поревнуем, будем умерщвлять члены плоти и сделаем их бездействными для греха. Таким образом мы можем представить их Богу, как благоугодную жертву. Ты видишь нечто новое и странное в такой жертве. Когда члены плоти становятся мертвыми, тогда наиболее они делаются удобоприемлемы для жертвы. Почему же и для чего? Потому что это жертва духовная и ничего чувственного не имеет. В жертве чувственной не только все мертвое отвергается, но даже и живое. Как скоро иметь какую-нибудь порчу. Никогда не может быть приятной жертвой. Так была узаконена изначало и не просто, а для того, чтобы мы через такое наблюдение над бессловесными мало-помалу приводимы были к тому, чтобы приносить таким же вниманием жертву духовную и разумную. Там, в чувственных жертвах, порча состоит, например, в отсутствии уха или хвоста у животного. Здесь, в жертве духовной, в лукавстве, похоти, роскоши, сребролюбии и всяком грехе. Там от жертвенного животного требовалось здоровое и чуждое всякой порчи состояние. Здесь надо было сделаться мертвым для мира и таким образом приготовлять самого себя в духовную жертву. Не оставим этого без внимания, но утвердив это в своей мысли, постараемся оказаться не хуже иудеев, показавших такую наблюдательность, когда они служили сени. Они еще, сидя при святильнике, имели такую осмотрительность в рассуждении своих жертв. Мы, сподобившись озариться солнцем правды и от сени, будучи уже приведены к истине, покажем подобную же тщательность в отношении к жертве духовной. Не будем оставлять без внимания даже грехов, почитаемых малыми, но каждый день будем требовать от самих себя отчета и в словах, и во взглядах и подвергать себя наказанию, дабы избавиться наказания в будущем веке. Поэтому и Павел говорит, если бы судили себя, то не были бы осуждены с миром. Так что если здесь будем судить самих себя в повседневных прегрешениях наших, то избавимся от строгости будущего суда. И если же не родим, то будем судимы, говорит Павел, и от Господа наказываемся. Итак, наперед будем судить сами себя с полной искренностью. Войдем в судилище совести, где нас никто не видит. Так станем испытывать свои помыслы и произносить на собой суд правый, чтобы наш ум, страшась будущего суда, воздерживался от увлечений, обуздал бы свои порывы, и, представляя себе то недремлющее око, заграждал вход к себе дьяволу. Что мы страдаем от собственного нерадения, это очевидно показывает опыт. Если бы мы немного захотели воспрянуть духом, мы отрясли бы, как прах, все его дьявола козни. Так когда падаем в грех, не относили его дьявола, терпим это, от собственной беспечности. Он одолевает нас не силою и принуждением, а только обольщением. А в нашей власти не увлекаться обольщением, если хотим только немного бодрствовать и трезвиться. Не потому, однако, чтобы мы сами по себе имели такую силу, но потому что в таком случае мы удостаиваемся и помощи свыше. Когда мы своей стороны покажем старание, тогда и от Господа все последует. Будем же, прошу, трезвиться, трезвиться и, зная ухищрения лукавого, будем постоянно бодрствовать и молить Бога, чтобы Он подал нам свою помощь в борьбе с дьяволом. Таким образом мы сделаемся неодолимы и избежим его ухищрений, и будем пользоваться помощью Божией, и вечных благ достигнем, что и да будет дано всем нам благодатью, человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно, и во веки веков. Аминь.